Экосплав Паволынский. Жители Луцка пытаются спасти местную реку Сыр от загрязнения. Лодки, перчатки и мешки для мусора с их помощью активисты очистили несколько десятков километров реки. Результат видели наши корреспонденты. Пока одни участники экосплава монтируют байдарки, другие взялись убрать берег реки. В радиусе 20-30 метров от места, где мы начинаем сплав, мы уже набирали за буквально 10-15 минут три полные мешки сметки. Там разных пластиковых, складов много, складов под алкоголь, пакетов, пакетов и тому подобное. Информацию о БК-акции разместили в соцсетях. Откликнулись почти два десятка жителей города. Юрий, переселенец из Крыма, на Волыни живет недавно. На байдарку садится во второй раз. Говорит, что хочет совместить приятное с полезным. Поэтому эти люди, которые это все убирают после кого-то, безусловно, они молодцы, волонтеры. Надеть спасательные жилеты и пройти инструктаж – обязательное правило перед сплавом. Працевать вместе в команде. Сзади сидит старший, досвеченнейший или человек. Потому что человек сильнейший, как ни крути. Пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты – все это накапливается в зарослях вдоль берега. Активисты метр за метром собирают мусор. По маршруту участников «Экосплава» ждал сюрприз. Местный рыбак Петр узнал об акции, решил поддержать активистов с берега. Чтобы он сильнейший был, что сюда? Так, кому к вашу? Впервые «Экосплав» провели в прошлом году. Организаторы рассказывают, что прежде всего хотели пробудить у жителей области желание сохранить красоту своего края. Преодолели 25 километров, собрали 40 мешков мусора. Экоактивисты надеются, что в следующем году отходов на берегах реки будет меньше, и люди сами начнут беречь природу. Ольга Черебинская, Александра Фетисова, Юрий Фетисов. Подробности – телеканал «Интер» Луцк.